Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, которая в очередной раз куда-то пропала. Честно, ребят, Новый год вообще как-то прошел, ну, не очень весело, как хотелось бы, снега лично у меня не было, где я праздновала его. И только сейчас у меня за окошком появилась настоящая зима, и меня вдохновило это снова на появление в ССО, потому что до этого я вообще заходила только ради некоторых вещей, с которыми я сейчас, кстати, с вами поделюсь. Я бы хотела сделать видео по обновлению, но потом подумала, что почему бы просто не записать видосик о том, что вообще у меня в игрушке, что и как. Ну и, конечно же, по обновлению. Так, так что давайте начнем понемножечку. У меня за окном снежок, прям реальный снегопадик был сегодня целый день, абсолютно целый день. И что-то мне прям захотелось вернуться в Морланд, поэтому, да, я вновь возвращаюсь в Морланд жить, я не знаю почему. И, в общем, очень приспичило мне, я снова здесь живу. На самом деле, очень долго этого хотела сделать. Вот теперь я снова это сделала, я снова гражданка, не знаю, в общем, живу в Морланде. Прям вот, ну не знаю, нравится мне это место больше всего. Так, в обновлении нам добавили в лавочку вот такую сидельную сумочку, мы сейчас ее примерим. Да, и у меня этот черный лисик, я уже не помню, какое видео было последним, но суть в том, что мне сделали подарок, и у меня вот такой черный лисенок есть. По-моему, все-таки я говорила о нем в предыдущих видео. И я до сих пор не нарадуюсь этому маленькому черненькому лисенку. Просто вот это тот самый питомец, который со мной теперь будет везде, везде, везде и всюду. Просто вот абсолютно везде. Также я уже вытащила. Я заработала абсолютно все подарки всех питомцев, и вообще все-все-все то, что было по собиранию козликов. Сама в шоке не верила во все это, но тем не менее смогла. То есть у меня собачка и котик, и даже все свитера пришлось выкупить, потому что на самом деле я их не очень хотела покупать. Но потом подумала, почему бы и нет. Так, что еще у нас новенького вообще? Да, столько народу, вот честно. Почему я не снимала видосы? Я не снимала видео, потому что у меня не было такого сильного желания их снимать. А вы знаете мое отношение к этому. Если у тебя нету настроения, какого-то магического, волшебного желания, прям тяги к тому, чтобы снимать видео, лучше их не снимать, будет только хуже, они будут натянуты. Ну, в общем, вкратце это выглядит так. Когда я не хочу снимать, это будет долго, нудно и неинтересно вообще, никакой магии в моих видосах не будет. Даже если магических лошадей там будет хоть куда. А когда у меня хорошее настроение, я хочу снимать видосы, получаются интересными, буквально на одном дыхании, без сюжета, без сценариев, и выходят они замечательные. О боже мой, как я... просто как я обожаю тинкеров. Так, в итоге не будем отвлекаться, не знаю на сколько по времени видит видос, и обрезать его вообще не хочу. Нам добавили новые выездковые комплекты и для конкура, по идее. Но тут как-то странно, почему-то оно выглядит все именно так. Так, ну, к сожалению, точнее, нет, не к сожалению. Мне нужно пересесть на какую-нибудь другую лошадь, чтобы посмотреть все-таки эти комплекты в лучшем, в нормальном своем виде, в торговом центре. Так что приглашаю вас к себе в новую конюшеньку, ну, точнее, в новое место жительства в Морланде. Вот, конюшенька, просто целая, опять же, туча лошадей, магических, старых, новых, просто всех сортов и всех видов. Вот, даже не знаю, на кого сейчас сесть. О, вовремя зашла, я, в общем, специально покупала себе на все это время уход за лошадьми, потому что я знала, что как только выпадет снег, мне прям приспичит зайти в ССО и заснять видосики, или просто начать скакать здесь дни и ночи, дни и ночи, и, короче. Так, быстренько, быстренько. У меня столько зверушек, причем почти все они мне нравятся, вот, абсолютно, даже мишки вот эти. Вот, у меня теперь получается 4 котика на квадратный метр, 4 котика. И я, на самом деле, вот, а, еще дымчатый котик, который за кады давался, так что, прям вообще классно, 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 классно. Так, кого бы мне взять? Сегодня еще задание добавили в связи с прокачкой лошадок, тоже надо посмотреть уровень на кого бы. Да, вот эта вот кучеровая лошадка, честно, ребят, я немного жалею, что ее купила. Ну, я думала, что отзыв от моей подруги про эту лошадь, то, что она там для начальных игроков подходит, она очень хорошо изображает то, что, типа, ну, наездник как-то не очень легко с ней, ну, управляется, я не знаю, скажем так. Так, и, да, вот вообще как-то никакого желания ее качать нету пока что, ну, вот вообще никак, не магиков тоже. Ну, так, давайте проверим, на ком, на ком, на ком, на ком, на ком. Так, здесь у меня 9, 10, 10, 9. А вот, вот кого мы возьмем, Арктический Огонек, вполне симпатичный, вполне любимый. Вообще, у меня все лошадки любимые, все еще, правда, думаю, покупать старую модель купоник, когда у меня когда-то бывало, или нет. Так, вот такой вот красавчик. Давай-ка мы тебе возьмем, ну, хотя, ладно, в выездку поедем, без питомца, хотя я так привыкла с ним ездить во время новогодних всяких этих приключений с питомцем, с собачкой. Так, даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем, к примеру, вот с этого. Нам добавили, скажем так, опыт, бонусную прокачку у друидов. Подходим к Аликс, и она каждый день будет нам подсказывать, где какие крутые гонки у ранее, ранее, нет, не помню, как ее зовут. Вообще, который очень хороший, просто какой-то гигантский опыт лошадям дает, вот и типа новогодних лошадей качать самое то. Давайте же прочтем, все-таки и сделаем что-нибудь. Здесь на Юрвике много школ виховой езды. Лоретта предпочитает английский стиль, Джош техники в стиле вестерн, а Лусиана жить не может без рабочей выездки. Эти дисциплины распространены во всем мире, но на Юрвике есть и уникальный способ езды. Это стиль, появившийся благодаря дару Айден, и могущественной связи между лошадью и наездником. Друиды на Юрвике называют его духовной ездой. Реан Реанон. О, господи, Реанон. Друид хранительница и мастер этого стиля езды. Ходят слухи, что она планирует набирать новых учеников. Она попросила меня устроить ежедневные гонки на Юрвике, чтобы найти наездников, которые стараются усилить связь с лошадьми. Каждый день будет доступна новая гонка. Завершив ее, ты получишь благословление для своей лошади, которое поможет ей очень быстро обучаться. Так, заданий... Заданий же нету, никаких заданий... Заданий нету. Ну да, никаких заданий нету. Так, хорошо, Алекс, помоги нам. Где? Готовы получить благословление для своей лошади? Сегодняшняя духовная гонка начинается. Конюшня Юрика. Наде Реанон Микса на старте. И Реанон поможет ей тренироваться. Вот, давайте-ка быстро туда смотаемся. О, боже мой, сколько людей! Так, и да, и самая главная достопримечательность этого обновления. Нам вновь вернули вот эту шикарную гонку, боже мой. Серьезно, разработчики. То, что вы услышали мольбы людей о том, что это шикарное место для проведения соревнований, и их надо вернуть. Это просто шикарно. Так, в общем, опять, типа, тут даже не день открытой двери, а именно вернули вот эту выездковую локацию. Кстати, лошадей, как в прошлом году, здесь нет, ну, потому что сейчас не день открытой двери, а просто вернули как бы магазинчик и вот эту плац. О, боже, этот магазин. Так, угу, ну, здесь все вы видите. Бегите, покупайте, чего не купили, все, что нравится. Мне лично все, что уже нравилось, я здесь купила. Я думаю, что-нибудь новенькое будет. Так, а где же ранний... Рианон? Рианон? Сколько опыта дает ее гонка? Значит, ты хочешь ездить вверхом, как друида Юрвика? Я не даю уроков духовной езды, пока что, но я ищу будущих учеников, которые стремятся засилить свою связь с лошадью. Убеждись, что ты едешь на лошади, которую хочешь тренировать. Заверши гонку и благословение. Айден поможет твоей лошади быстро повысить опыт. Начнем, юная наездница? О, мой Айден, боже, 1500 опыта. О, мамочки, мне аж плохо стало. Четвертый уровень, это... До какого уровня повысится моя лошадь? Я сейчас резко решила качать конях. Так, ладно, встретимся, когда я буду завершать уже эту гонку и узнаем, какой уровень мы получим. Боже мой, это прям полторы тысячи экспей. Мамочки. Ладно, все, встретимся на финише. Вообще, кстати, нормально. Я как бы духовный наездник на лошади без седла и без уздечки. Это уже что-то говорит. Возьмите меня, ученики, пожалуйста. Итак, итак, бонус. Финишная прямая. Па-бам! Так. Ух, и сколько же это будет? Сколько же это будет? Я считать не умею. У тебя есть талант, дитя. Очевидно, что арктический огонек для тебя очень много значит. И Айден вознаграждает эту любовь. Даруй опыт твоей верной лошади. Найди меня завтра, арктический огонек или другую лошадь, с которой ты будешь тренироваться. Сможет получить еще одно благословение опыта. У-у-у-у! То есть, ну так, прям, почти на целый уровень. Причем ровно. Но это пока что, потому что вы помните, что чем выше уровень, тем больше нужно экспи. Хм. Ну что? По уровню в день вот так вот сходу одной гонкой. Было бы круто, кстати. Так, ну на этом обновлении не все. Идем дальше. Кстати, я специально посмотрела, до какого числа все это будет, и на сайте я не нашла. То бишь, пока что до особого распоряжения гонка остается. А, старые привычки. Я привыкла, что в ТЦ можно попасть только из Форт Пинта. Но моя голова вечно забывает, что теперь почти по всему Юрвику очень много, по-моему, 3 или 4 в сумме, остановок автобусов. И одна из них в Ялхеймен, другая в Дундули, и, по-моему, в Нью-Хилкраст. Да, вот она, эта остановка. Почему я вечно забываю? Что сложного запомнить, где у тебя остановки? Я в жизни не так забываю о остановке. Так, так что поехали кое-что смотреть в ТЦ. Так, вот мы и приехали в ТЦ, и я уже жажду посмотреть комплекты. Хотя странно, почему они их вот так не показывают. Самые новые. А что будет, если я зайду всё-таки в магазин, там будет много чего другого или нет? Или это мне просто казалось, что там добавили несколько сёдел и несколько уздечек? Ну, как было, я лучше проверю. Попытка, проверка, на всякий случай ничего такого. А, нет, да. Всё правильно. Ох, это, ой, боже. О, дюбой, 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 оленёнок. Симпатяшка-то, прям вытащить не могу. Ой, телефон, господи, что ты разорался? Забыла звук выключить. Так, па-па-па-па. У-у-у, покупаем. Так, где? Где? И моментально одеваем. Покупаем. Одеваем. О, как они классно выглядят. Покупаем. Одеваем. Покупаем. И покупаем. Ну, а чё нет, а? Весь комплект и купили разом. Что, он очень симпатичный. И я даже скажу больше, мы сейчас ещё и одежду будем покупать. Так что, надо идти покупать одежку. Так, тут должны быть выездковые комплекты. Очень хорошие. Мне прям картинки понравились. Надеюсь, в жизни они такие же. Кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла. Прощайте деньги. Мне казалось, у меня похожие перчатки где-то были. Или я чего-то путаю. Был же какой-то похожий комплект. Где он? Я его потеряла. Да, даже собака чихнула. Он меня смущает. Я была как-то более уверена, когда видела картинки. Очередные сапоги. Штанцы. Штанцы куплю. Перчатки куплю. По сравнению с серыми, белый чё-то как-то вообще не очень. Ну ладно, куплю. У меня их не так много, я куплю. Я только что, кстати, поняла, какая мелодия прикольная на фоне играет. Так, ладно. С этим пока хватит. Пойдём отсюда. Ой, как я обожаю всё это. Прогрузка. Текстуры. ВГД. Так, на... Ой, не могу. Прям вообще. Вообще, почему всё так долго грузится? Я не понимаю. Так, на следующей неделе, кстати, нам добавят новых тинкеров. Прям радость-то какая. Жду их, не дождусь. Потому что там очень милые масти. И я очень хочу на них посмотреть. Так, значит, бонус на лавку мы посмотрели. Задание посмотрели. Комплекты одежды Амуни посмотрели. Арену посмотрели. Ну что ж, ребят, на сегодня это по обновлениям всё. Странно, я думаю, как-то побольше времени всё займёт. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также искренне прошу прощения, что пропало вот так вот в очередной раз. Но, ребят, честное слово, вот вообще не хотелось снимать. А сейчас вновь захотелось, вновь будут видосики. Так что всем пока не... Я уже даже фразу забыла, стыда баба. Просто стыдно-то как. Не забудьте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковки. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.